Многие туристы приезжают в Лондон не только из-за его достопримечательностей, но и за покупками. Лондон считается столицей шоппинга. Концентрация бутиков и универмагов здесь очень высока. Англичанки всегда были слишком худощавыми, либо чрезмерно полными. Приходилось говорить о крайностях. Была такая писательница, которая носила одежду исключительно розового цвета. В любом случае у англичанок свои причуды относительно одежды. 31-летняя Адриэна Харт руководит школой танцев Neon Dance. Она вызвалась нам показать, что носят женщины в её городе сегодня. Это мой летний прикид с элементами стиля 50-х годов, и тем не менее он вполне современный. Простое платье марки French Connection. К нему я купила вот этот ремень, чтобы немного оживить наряд. Лондон – сокровищница необыкновенных вещей. Это видно по одежде жителей города. Главной улицей бутиков и магазинов модной одежды считается Оксфорд-стрит. Здесь можно открыть для себя особенности лондонского стиля. Очень красивая девушка, невероятно милая. В её одежде присутствуют элементы стиля панк. Этому стилю характерна декоративность, поэтому индустрия тут же подхватила эту особенность и использовала её в самых разных вариантах. Хореограф Адриэна Харт с удовольствием занимается шоппингом в модном районе города Шордич. В отличие от Оксфорд-стрит, здесь можно найти вещи пока ещё неизвестных молодых дизайнеров. Адриэна всегда в поиске вещей, которые сочетают в себе классический и современный стиль. Чёрный – основной цвет в мире моды. Он всегда придаёт одежде значимость, вызывает ассоциации с авангардом, готикой, загадочностью и интеллектуальностью. С чёрным цветом ты никогда не прогадаешь. Квартира Адриэны Харт занимает этаж бывшей фабрики в восточном районе Лондона «Ист-Энд» на стыке финансового квартала и квартала художников. Здесь она может проявить свой творческий, потенциал. Моей одежде присуще смешение стилей, но я придерживаюсь строгих линий, подчёркивающих фигуру. Например, возьмём вот эту юбку. Её фасон мне очень нравится. Он напоминает мне чем-то эпоху арт-деко. Такой наряд подойдёт и для деловых встреч. Юбка с окошком – это типично для Лондона. Если ты носишь что-то броское, то тут же выделяешься из общей массы. Мой наряд – вариация на тему классике. Необычная по своей форме юбка и простая белая блузка. Это тоже типично для Лондона. Блузка выглядит простенькой и дешёвой. И Вильен Вестфуд отдаёт предпочтение вещам из дешёвых тканей. Такой материал она всегда считала особым шиком. По-моему, уверенность в собственном стиле проявляется в том, что человек может отказаться от некоторых соблазнов. А также в том, что свою одежду он носит без стеснения, непринуждённо и раскрепощённо. И вечером Адриене Харт важно выделиться из общей массы. На самом деле это не платье, а футболка. Без колготок было бы неприлично выходить в нём на улицу. Главное – быть непохожим на других. Это тоже одна из причуд лондонского стиля одежды.